Неудовлетворительную оценку поставила комиссия ДГХ за обслуживание дорог второй и третьей очереди. Обильный снегопад в праздничные выходные стал испытанием для рабочих и техники. Во время снегопада у нас работало где-то 11 единиц транспорта, которые наши чисто расчищали, город убирали. Первая и вторая очередь прошли в 11 лет. Это для того, чтобы передвигался транспорт, а для того, чтобы расширить, опять же, ну, где-то мешать транспорт, где-то другие какие-то причины. На объезде комиссия во главе с Сергеем Лобановым обозначила места с наибольшей колейностью. Одними из самых проблемных стали участки на улицах Силкина, Гагарина, Герцена, Маяковского, Зерновой и Садовой. Есть проблемы у автомобилистов. Поступают жалобы и действительно сложности. И не просто автомобилистам, но и людям сложно перемещаться по таким неровностям, которые образовались в результате колейности. И у нас обращение к жителям. Там, где проводится уборка, внимательно следите, убирайте автомобили, для того, чтобы не мешать механизированной уборке. Потому что наличие любых автомобилей в период проведения уборки, естественно, создает препятствия и сложности к наведению порядка на дорогах. Устранение колейности касается также Центр ЖКХ и других управляющих компаний города. Некоторые придворовые территории и тротуары тоже завалены снегом. У них тоже задача в течение двух-трех дней максимально привести территорию в порядок после снегопадов, который прошел с 7 на 8. По словам Сергея Лобанова, если службы в ближайшее время не выполнят расчистку улиц, ДГХ будет их штрафовать. Обращаться в случае завалов колеи гололеда на конкретных участках можно в дежурную диспетчерскую службу ЖКХ 05, либо в департамент городского хозяйства по телефону 977-06. Тария Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.